Опять вы? Ничем не могу быть вам полезным. Уезжаю на совещание. Будет вам. Что за детская игра? Раз я вернулся, значит ситуация изменилась. Там в приемной сидят два подлинных свидетелей наезда. Они запомнили человека, ставшего виновником аварии. Пригласить их? А зачем? Провести опознание, как полагается, при понятых и прочее. Так позвать или обойдемся без лишнего позора? Я, конечно, признаю, что я свалял дурака. Но понимаете, у меня был заказан международный разговор. От него зависел квартальный план. Большое вам спасибо, товарищи. Вы можете быть свободны. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Филиппов, старший инспектор ГАИ. Очень приятно. Простите, а что вы собираетесь делать? Записать ваши показания. Фамилии, имя, отчество. Вы знаете, ни разу не был свидетелем. Боюсь, что вам уготована роль обвиняемого. Интересно. Так попрошу фамилию, имя, отчество. Сотников Максим Тарасович. Я, конечно, глубоко сожалею в том, что произошло. Готов признать это официально. Готов, наконец, понести ответственность и наказание по служебной линии. Но это, по-моему, вы перегибаете палку. Речь идет не о покаянии, а об ответственности за преступление. Год рождения. Простите, вы хотите сказать, что я преступник, что ли? Год рождения. 1920-й. По-моему, вы что-то не вполне понимаете. Вы хотя бы посоветовались с руководством. Я следователь. И посоветовался с уголовным кодексом. Так ведь не я же задавил. Задавил шофер. Или, по-вашему, он не виноват? Нет. Он ехал на разрешенной скорости. В своем ряду. Никого не обгонял. А затормозил только из-за вас. А может быть, у него тормоза отказали? У нас есть заключение технической экспертизы. Во всем, что касается безопасности движения, машина находится в нормальном эксплуатационном состоянии. А то, что он сбежал. Но ведь и вы сбежали. Ну, допустим, мы оба виноваты. Но давайте положим на весы его и меня. Он мальчишка, сопляк, а я... Вы спросите у людей. Вам объяснят, что значит сотников на своем месте. Максим Тарасович, ведь вы живете в советском обществе. Неужели до сих пор не поняли, что закон есть закон для всех? Суд, конечно, учитывает личность. Но это не избавляет от ответственности. Место рождения. Москва. Вы знаете, я даже этой вашей статьи не знаю. Правда, мне Марьян что-то говорила. Но я вас очень прошу, вы хоть Марьяну не трогайте. Она ведь это ради меня. В женской ослепленности. Вопрос о лжесвидетельстве решит суд. А ваши действия подпадают под статью 213 Уголовного кодекса РССР. Вы знаете, первый раз слышу, чтобы пешехода судили за аварию. Первый раз. Отстали от жизни. Если вина доказана, судят пешехода. Ну и что же эта ваша статья гласит? До пяти лет лишения свободы. Интересно, что я задушил кого или ограбил? Я всего-навсего не так перешел улицу. В неположенном месте, что явилось причиной гибели человека. Гибели молодого, полного сил, мужа, отца двух детей. Вы вот спорите со мной о юридических тонкостях, а совесть-то ваша неужели совсем молчит? Значит, вся вина ложится на меня? Да. So,